Человек, с которого все начиналось, прекрасный автор, наш друг большой, сценарист Роман Кантер. Полуряд Золотого Орла, художник, постановщик картины Александр Загоцкин. Полуряд Золотого Орла, художник по костюмам Татьяна Патрахальцева. И у нее сегодня день рождения. Мой товарищ, который отдал всего себя этой картине от начала до конца, ведущий продюсер Григорий Стоялов. Более очаровательным, чем они сами, являются их только работа в картине, ассистент и художника Анна и Нина Кудрявцева. Я не вижу Галю Солодовникову. Галя, ты с нами? Мы здесь, я, да. Галечка, еще один художник по костюмам, известнейший театральный художник Галина Солодовникова. А вот и она. Вместе с Кириллоком Владимиром Батаровым. Здесь нет очень много, очень важных людей этой картины. Прежде всего, это мои партнеры, мощная команда продюсеров. Леонид Верещакин, студия ТТ, Никита Михалкова. Антон Солодопольский, телеканал «Россия». Рафаэл Менцмекян, «Газпром-Медиа». Мы благодарим также компанию «Центр Партнершипа» Вадима Верещакина за все, что они сделали для этой картины. Мы благодарим императорский фарфоровый завод, который выпустил лимитированную коллекцию, посвященную фильму «Серебряные коньки». Это волшебная коллекция, она поступит скоро в продаже. Мы благодарим старейший британский ювелирный дом «Гарар», который предоставил для наших героинь невероятные бриллианты. Вы скоро все это увидите. Мы благодарим компанию «Аймакс» за то, что оно для зрителей по всей стране даст возможность посмотреть наш фильм на огромных экранах с фантастическим изображением. А сейчас я хочу вам представить человека, который тихим, таким негромким голосом, своим перфекционизмом создал абсолютно уникальный мир на экране. Режиссер-постановщик Михаил Акшин. Спасибо. Я очень рад, что этот пример проходит именно в Петербурге в начале, а не в Москве, как обычно бывает. Мне кажется, что наш фильм – это… Ну, первое, что мне показал Петр, это некоторые картины Петербурга 19 века, и они настолько вдохновились, что мы как-то задумались, начином, собственно. Мы этого раньше не видели кино, и эта картина, она сама родилась от какого-то, ну, как-то, как кода любви этому городу. Поэтому очень рад, что пример проходит именно здесь. Большое спасибо всей сущной группе, как Петр сказал, здесь только очень маленькая часть. Художественный мир создан петербургскими художниками, и вы увидите на экране, это тоже что-то уникальное, созданное их руками. И также, мне кажется, не случайно, что два главных героя наших, Матвей и Алиса, мы делали костюм по всей России. Вы знаете, мы нашли их тоже в Петербурге. Петр Федотов и Соня Фрис, рада вам представить. Они буквально, практически, герои стали перед камерой на этом фильме. Кто-то встал впервые на коньки, да, Соня? Вот, я течусь, немножко катался раньше, да, вот. В представлении не нуждается Алексей Гуськов в роли Михаила Бавайцева. Кирилл Зайцев в роли князя Аркадия. Юрий Колоконников в роли Великого князя. Юра Борисов, Алекс. Саша Ревенко, Марго. Миша Шаломенцев, граф. Это только маленькая часть артистов, вы увидите, но мы рад, что вот смогли присоединиться. Но, к сожалению, как вы, наверное, знаете, с нами нету Сергея Михайловича Кутакова, который сыграл Менделеева. Это одна из его последних ролей, и, ну, мне кажется, она останется в памяти зрителей. И совсем молодой артист, совсем молодой артист, Алексей Ануров. Мы благодарим город, мы благодарим всех, кто помогал, своих друзей, своих близких. Я воспользуюсь моментом поблагодаря свою маму, которая здесь в зале сегодня. Потому что она мне когда-то рассказала про сказку «Серебряные коньки», можно считать, что с этого все закрутилось. Мы хотим сказать, что для нас зал этот сегодня абсолютно полон, он полон ваших прекрасных лиц, улыбок, энергии. Мы хотим скорее уже вернуть ее вам обратно, я дам, конечно, вернуть ее вам обратно, и чтобы вы стали с нами участниками этого волшебного приключения. Вас ждет волшебное приключение! Приятного просмотра! Спасибо!